В программе вечера композиции военных лет современной аранжировки. На сцене выступают как опытные солисты, так и совсем юные исполнители. Концерт посвящен великой победе. Мероприятие очень ответственное и требует запредельной собранности от каждого, признаются музыканты. Программа сегодня в первой половине концерта, могу сказать, что была эмоционально тяжелая, потому что каждую песню исполняя, принимаешь на себя то, о чем поешь. И проживаешь каждый раз эту жизнь заново, проживаешь эти эмоции, и приходится выкладываться на все 250%. «Давай закурим огонек Катюша». В концерте звучали как военные композиции, так и оркестровые произведения. «Эй, ухнем» в обработке Глена Миллера. Открывали вечер песни, посвященные советской армии. Когда в зале сидели эти прекрасные старики, в полном смысле этого слова люди, которые были в боевых сражениях Великой Отечественной, это всегда дополнительные эмоции. Это всегда дополнительный какой-то порыв высокого патриотизма. У нас самих прямо и дрожание горла, и слезы на глазах, потому что материал, который мы исполняем, он настолько велик по своему содержанию и посвящен такому великому подвигу. Исполнялись и новые произведения, которые звучали на юбилейном концерте коллектива. Устоявшийся репертуар патриотического исполнения оркестра знают все ветераны. Зал поддерживал выступающих, напевая знакомые мотивы. Особенно приятно выступать на такие знаменательные праздники, как День Победы. Это тот праздник, когда действительно хочется петь, хочется выразить своим творчеством всю благодарность тем людям, которые завоевали нам победу, которые завоевали нам жизнь. Я хочу пожелать ветеранов, чтобы они подольше пожили, потому что они несут хороший свет от жизни. И для нас, и для нашего поколения, и для молодежи особенно. Потому что все должны не перекраить историю, а уважать. Кто не знает истории, у того нет будущего. Репертуар оркестра насчитывает свыше 400 произведений. Каждый месяц коллектив пополняет свой список несколькими новыми оркестровыми и вокальными композициями. Я сегодня был очень доволен и получил массу удовольствий от нынешнего концерта. Очень понравилось мне Гурова, Василия Вестова, которая пела тоже ее. Особенно последняя песня была актером. Я в восторге. Хотел бы чаще выйти на этих концертах, чтобы это не только праздник Победы. Концерт очень хороший. Понравился нам концерт. Молодцы. Ну что я сейчас скажу. Дай Бог, чтобы всегда такие были концерты. С Днем Победы. Следующее выступление оркестра МВД состоится 9 мая. Музыканты будут радовать ветеранов произведениями Великой Отечественной войны. Елена Костелей, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал.